Всех приветствую! Сегодня мы очередной раз знакомимся с творчеством интересных художников немецкий художник северного возрождения, гравер, оружейник, Клейнмастер. Клейнмастер это мастер малого формата, прозвание немецких рисовальщиков и граверов на медиадереве эпохи северного возрождения. Один из первых использовал технику афорта. Автор большого числа ксилографии Даниэль Хоффер-старший. Родился в районе 1470 года в семье художника. Через 27 лет женился на Кристине Гриим. Хоффер, занимавшийся украшением оружия, стал членом комитета гильдии кузнецов Аусбурга, которая включала в себя художников и граверов. Я воспроизвожу википедию переводную английскую. В 1590 году в тексте дворянской грамоты императора Рудольфа II, внуку Даниэля Хоффера Георгу, чего признали изобретателем редкой техники афорта на железе, заимствованного позднее Альбрехтом Дюрером и другими немецкими гравюрами. Известно более 230 гравюр, которые были выполнены Даниэлем Хоффером. Их сюжеты разнообразны. Портреты простолюдинов, уважаемых персон, мифы и фольклор, фигуры солдат, религиозные сюжеты. Работы Хоффера получили признание еще при его жизни и стали предметом коллекционирования. В 17 веке книготорговец и дальний родственник Хоффера Дэвид Фунг приобрел 230 пластин с ее гравюрами и издал их. 92 пластины были отпечатаны в 1802 году издательством Силверберг. Вместе с Даниэлем работали его брать Иероним Хоффер и другие члены семьи. Он обучался травлению доспехов. Есть только два проверенных примера в его собственной работе над доспехами. Щит 1536 года, который находится сейчас в Королевском оружейном музее Королевского дворца Мадрида. И меч в Германском национальном музее Нюрнберга. Даниэль владел домом в центре города Аутбурга. Заседал в комитете Аутбургской гильдии кузнецов, в который в то время входили художники. Умер в 1536 году. В 1590 году он был посмертно назван изобретателем искусства гравирования в императорском дворянском патенте, который был вручен его внуку Георгому. Ну вот, наверное, пожалуй, и все, что я смог найти в интернете, в Википедии переводной, о Даниэле Хопфере-старшем, немецком художнике Северного Возрождения, гравюре-оружейнике. Одним из первых он использовал технику афорта. Он был автором большого числа ксилографии. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok